Когда-то, давным-давно, влияние Владимира Путина не выходило за пределы его Дрезденской квартиры. Потом влияние начало помаленьку расти. Через Тамбовских на Питер, через Питерских на Кремль. Потом он стал президентом всего этого и крупнейшим лоббистом в мире. Путь в русский список Форбс уже давно лежит через путинский кабинет. Но то Россия. Международного влияния пришлось ждать гораздо дольше. В 15 лет натовские генсеки пытались добиться увеличения доли военных расходов в своих странах. До 2% от ВВП этих стран. Ничего у них не получилось. Лоббистов не было хороших. И вот в дело вступил Путин. Аннексировал Крым, раздал оружие сепаратистам, бросил армию в марш-бросок на Мариуполь. И мечты натовских генералов сбылись немедленно. На минувшем саммите НАТО было принято решение, долгожданное решение. Об увеличении военных расходов. Ну и войска Альянса встанут теперь у самых российских границ. Я не знаю, сколько заплатят за это Путину благодарные натовские генералы. Но надеюсь, что-нибудь-то откатят. Потому что иначе получается, что он просто бесплатно взял, да и укрепил НАТО. А он ведь у нас лоббист, а не простофиля. Правда? Или я что-то не понимаю?